Вера и семья. Книга Бытие, глава 26, с 1 по 11 стих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал, «Это сестра моя, потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня, думал он, «жители места сего за Ревекку, потому что она прекрасна видом». Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистинский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою и призвал Авимелех Исаака и сказал, «Вот это жена твоя! Как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему, «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Но Авимелех сказал, «Что это ты сделал с нами?» Едва один из народа не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав, «Кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». Размышления, часть первая. От падений к вере. Книга Бытие, глава 26, с 1 по 6 стих. Дети учатся глядя не только на успехи своих родителей, но и на их неудачи. Наступает голод, и похоже Исаак собирается, по примеру своего отца, идти в Египет. Но Бог является ему и верит не делать этого. Он напоминает Исааку об обетовании, дарованном его роду, и обещает пребывать с ним, если он останется в своей земле. Исаак подчиняется. Бог терпелив и милостив. Он сопровождает каждое поколение, уча людей доверять Ему. Семьи, основанные на вере в Бога и доверии Его, обетованием, передают Божие благословения дальше, будущим поколениям. Применение. Как старшие верующие учат вас доверять Господу? Как вы можете вдохновлять более молодых верующих на их пути веры? Размышления, часть 2. Семьянам, как сестру. Но языческий царь снова узнает правду и всеми силами старается избежать Божьего гнева. Нам надо бы на примере этой ситуации поучиться тому, что наши действия, как Божьих людей, имеют потенциальную возможность стать либо благословением, либо камнем преткновения для окружающих. Верно также и том, что иногда Бог учит нас истине неожиданными путями. Давайте же будем готовы усваивать эти уроки, чтобы наша вера и свидетельства оставались чистыми. Применение. В каких прошлых ситуациях вы поступали не по вере, а под воздействием страха? Как это влияло на окружающих? Молитва дня. Бог Отец, помоги мне быть верным и послушным Тебе, чтобы быть солью и светом для тех, кто меня окружает. Пусть моя вера служит свидетельством, благодаря которому люди будут приходить в Твое Царство через веру в Иисуса Христа. Во имя Его я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok